Техника иконописи грунтовка, холстяноидский, таблетки, холстяноидской. Называется кусок грубого холста размером не более 28, а 19 сантиметров. Загрунтованный с обеих сторон размер может быть и меньше, но не больше из-за хрупкости этой основы. Понятие. Таблетка. Появилась в начале 20 века изображение на «таблетках», пишут с обеих сторон. Процесс грунтовки заключается в следующем. Заготавливается рама или подрамник размером примерно 70 х, 80 или 50 х, 60 сантиметров немного большего размера отрезается холст. Например, бортовой, и натягивается на раму после этого все процессы, идущие по грунтовке доски, проделываются в той же последовательности на холсте. Только с обеих сторон одновременно, чтобы холст не приклеивался к раме, обрабатывается только та его часть, которая находится внутри рамы, а чтобы он не продавливался во время наложения грунта, под него следует подкладывать как опору или толстое стекло, или гладкую доску по размеру проема рамы. После обработки одной стороны, чтобы не потревожить свеженанесенный грунтовой слой, ему дают несколько подвинуть, но не высохнуть минут через 30-40. Другую, пока спимзованный холст еще сыроват, его на стекле осторожно срезают с рамы и разрежают на отдельные дощечки. Ножные величины резать следует острым. Ножом по металлической линейке нарезанные дощечки, еще сыроватые, закладываются по одной между стеклами и оставляются под прессом на несколько суток для просушки можно переложить. Каждую из них гладкой чистой бумагой вполне высушенные дощечки шлифуются наждачной бумагой с обеих сторон. Если нет рамы, холст можно загрунтовать. Прикрепив его кнопками к гладкой доске или фанере, в этом случае под холст надо подкладывать чистую бумагу и грунтуя, оставлять холст нетронутым на 2-3 см со всех четырех сторон. Для удобства его переворачивания кнопки следует ставить не только на углах, но по всем сторонам. На расстоянии 4-5 см одну от другой переворачивать холст надо, пока он не приклеился к бумаге, вместе с ним переворачивают или заменяют другой и бумагу. На которую через пары холста проходит и клей, и левказ, неудобство этого метода заключается в том, что каждый раз приходится снимать и снова ставить кнопки, во всем остальном работа идет по вышеописанному способу, напрашивается вопрос, где и когда возникла такая практика грунтовки доски для иконы. Известно, что еще за 4000 лет до Рождества Христова древние египтяне, своеобразно понимая вечность, старались обеспечить своим умершим, прежде всего, сохранение тела, без которого, по их верованиям, не могла жить душа на бальзамированное тело умершего помещали в деревянный саркофаг, повторяющий основные формы тела, обклеивали его материей, грунтовали и расписывали на саркофаге темперными красками лик отошедшего в вечность. Христианская церковь приняла эту веками проверенную технику для иконы глубокое уважение к священной высоте. Иконописного образа требовала и надежной основы на древних иконах вся лицевая сторона доски проклеивалась и закрывалась паволокой. В XVI веке некоторые мастера начали применять так называемую частичную паволоку, заклеивали материи только опасные места, наиболее подверженные растрескиванию. По торцам досок, по сердцевине, в местах соединения досок или в местах сучков и вставок. К концу XVII в XVIII веке грунт стали класть прямо на доску. Грунт в своем составе изменился, так как темпера начала вытесняться масляной краской, в него стали добавлять растительное масло или оливы иногда. Как исключение, в XVIII веке приготовляли левкас на яичном желтке с клеем и большим количеством масла под такой грунт доска, конечно, или проклеивалась, или проалифливалась, чтобы древесина не впитывала в себя клей из грунта. В XIX веке некоторые иконописцы добавляли в грунт белило-сельские иконописные артели позднего времени. Упрощали процессы иконописного дела, поэтому среди их продукции очень часто встречаются доски, на которых под грунтом опасные места или вся поверхность заклеены бумагой.